добрый вечер друзья программа вперед николай совсем недавно прошел чемпионат николаевской области по киокушин карате сегодня на студии будут лучшие спортсмены представители нашей федерации их тренеры и вот они уже в студии юрий галимон анатолий яковенко и олег павленко добрый вечер и мы поговорим о ваших воспитанниках сейчас вот здесь воспитанники юрия это ульяна серединка кульчицкая анна и салтасюк артур юрий первый вопрос естественно к вам расскажите об успехах достижения ваших воспитанников наши воспитанники довольно успешно вступать на протяжении уже много времени ульяна серединка является многократным чемпионом украины кубка украины и вот уже 2016 год для нас был очень таким знаковым и очень результативным почему потому что три данных спортсмена успешно выставили на чемпионате европы в болгарии город варна ульяна серединка стала первая анна кульчицкая вторая и артур соответствует третье потом у нас был очень такой хороший интересный международный турнир в молдавии в городе кишинове гран-при месседес с большим количеством участников с хорошими спортсменами тоже успешно выступили и довольно неплохо ребята заняли вторые первые места и как бы уже подведение итога 2016 год для нас был как бы завершающим этапом нашего спортивного спринта вот и уже вот лучший результат по сравнению с чемпионатом европы ульяна серединка стала первая артур сатасюк стал первым по сравнению с болгарию он был там третьим я на кульчицкая стабильно удержала второе место на всех трех турнирах но я с вашего позволения пообщаюсь с вашими воспитанниками ульяна тяжелый получился год для вас и скажите как справились какие эмоции впечатления постоянно была поддержка от родителей от тренера поэтому легче было справляться с разными проблемами которые оставали на пути масса впечатлений от всех трех соревнований это были первые для меня соревнования такого уровня поэтому мне очень сильно понравилось больше опыта от этих соревнований и больше знаний артур скажи пожалуйста вот ты занимаешься уже достаточно долго чтобы ты мог посоветовать своим сверстникам которые может еще не выбрали для себя какой-то вид спорта почему нужно идти именно в киукушин карате киукушин это жизнь то есть это не просто спорт это даже более чем жизни ним живут люди то есть с утра до вечера киукушин да я могу сказать что киукушин это мой второй дом учиться успеваешь параллельно еще нужно в школу ходить ну школу не так хорошо как спорте и еще один вопрос а не вы представляете один город да насколько я знаю первом аска столько побед сумка титулов уже становитесь знаменитыми у себя в первом айске есть какие-то моменты что вас узнают на улицах может кто-то уже берет автографы ну друзья дужи шалют со мной все говоришь я им сувениры приносила других городов привозила чтобы все завжди питаются перемогой и тоже болевают за мен дорогие друзья это был первый блок наших сегодняшних гостей и мы сейчас переходим ко второму второй блок и у нас новые гости это александр грушенко и никита бадаев и их тренер анатолий яковенко анатолий мы знаем что по итогам четырех лет ваш воспитанник александр грушенко вошел в топ-восьмерку спортсменов мира в своей весовой категории по итогам этих турниров и сейчас и у него и у вас конечно же предстоит достаточно волнительный турнир скажем так впервые это будет чемпионат мира в токио как проходит подготовка к этому турниру а саша хочется сказать что я пытаюсь выработать в ребятах вот здесь очень классно мужское качество ответственность представьте что течение 11 лет работать стараться побеждать это многократный чемпион украины многократный призер европы это ребенок который пришел с первого класса также сама никита с первого класса и наверное мечта вот мы там фильмы раньше смотрели про восточные доборства что собирали самых знаменитых спортсменов мира японца закрытая секция и проводился турнир определяли лучшего в мире вот где-то мы к этому сегодня и пришли что саша в топ-восьмерке это не просто люди которые захотели поехать там за деньги или просто это человек который выбрали японцы прошел огромный отбор и попал в лидеры не просто украинского а он сегодня будет представлять европейский киукушин карате на мировом турнире поэтому это высокая честь просто честь просто побывать на таком турнире то что касается подготовки секреты можно рассказывать можно не рассказывать но главное это трудолюбие старание а вы же тренерские нюансы но я думаю это мало кого будет там интересовать немножечко больше про никиту может быть а и не китай история почти один в один только чуть-чуть возраст разный поэтому я сказал что мы стеки ты постепенно идем так же само к уровню саши тот же малыш который пришел тот же малыш который малыш карате 2 да да пришел с того же первого класса так же само тренируется одна та же секция поэтому уровень брать сашу 16-летнего тот же уровень поэтому я надеюсь что у никита такое же большое будущее многократный чемпион украины многократный обладатель кубка украины ну плюс у нас на сегодняшний день он самый титулованный юниор потому что двукратный чемпион или призер чемпионата европы саш япония впереди что для тебя этот турнир наверняка все понимают что огромные надежды на тебя возлагают каково это понимать что ты будешь представлять не только николаев страну но еще и европу получается для меня это было неожиданно достаточно такое то что меня выбрали японцы и сказать среди очень большого количества людей спортсменов которые выступали и достаточно титулованных это можно сказать он сказал антон то есть честь и поэтому вылаживайся на полную каждый день тренировки прислушиваясь рекомендациям тренера своего и первую очередь что они однократно нам то ли тоже говорил это правильное питание ясно впереди япония пожелаем тебе успехов никит но вот у тебя сейчас какие планы ближайшие стать чемпионом европы стать чемпионом европы как думаешь сколько нужно времени для этого ну довольно таки много месяц-два там хочешь друзья мы благодарим ребят желаем и успехов стать чемпионом европы выиграть чемпионат мира и переходим к третьему блоку третий блок как вы видите в нем у нас среди спортсменов один гость но тяжеловес сергей белей и его тренер олег павленко прежде всего разрешите поздравить вас с вашим прошедшим днем рождения совсем недавно он был желаем вам здоровья и вам победы и победы вашим воспитанникам впервые получается одна чемпионате европы в цена абсолютном чемпионате европы воспитанник николаевской федерации ваш воспитанник тяжеловес впервые принимал участие расскажите как это было какие эмоции ну на данный момент сережа у нас является пока единственным представителем это самая престижная весовая категория вообще в мировом кикушине и просто участие даже в этой категории уже престижно и почетно первый раз он принял участие перешел с более низкой категории по весу в абсолютную весовую категорию и это был открытый чем это был чемпионат европы в польше и ну серый уже дрался там с небольшой травмой и проиграл сильному бойцу из ирана ну для него это был опыт я надеюсь что следующий чемпионат европы нам принесет уже призовое место в этом году 17 будет европа он будет в лионе во франции ну вот сергей тренер сказал о том что было у него волнение а вот вы такое ощущение что не возмутим на таких соревнованиях или это только так кажется в принципе когда выступать на соревнованиях она психологическая подготовка происходит до соревнований и свой настрой на соревнованиях ты показываешь только результат максим того чего ты можешь вот главное психологический фактор менее он такой нужный как и физически главное до этого себя подготовить так же самое работы тренера своя работа и потом на соревнованиях это как результат того что ты умеешь что ты можешь на семнадцатый год какие у вас планы ну на следующий выходных нас будет чемпионат украины в одессе прежде всего там победа а следующий чемпионат европы в лионе там надо уже результат показывать прошлый год будет подготовительный в этом году надо уже результат показывать если попадется и ранец знаете уже как с ним справляется конечно сергей билей дорогие друзья это был третий наш блок ну и завершающий блок нашей сегодняшней программе в гостях директор федерации ангелина николаева и президент федерации дмитрий николаев ангелина вопрос вам вот скажите сейчас очень много в городе различных секций которых занимаются боевыми видами искусств как определить человеку вот простому человеку может тому же родителю в какую секцию пойти что выбрать какой вид единоборств и самое главное как определить профессионализм тренеров педагогов да на самом деле очень много сейчас видов единоборств боевых для этого может любой родитель либо желающий заниматься зайти на сайт министерства молодежи и спорта где вписаны все виды спорта также как олимпийские не олимпийские которые в украине действуют также там ведется рейтинг на этом же сайте который по лучшим результатам бойцов всеукраинский вот и получается что наша федерация на данный момент по итогам этого рейтинга мало того что мы в течение четырех лет входим в тройку лучших лидеров а по результатам 2016 года мы на втором месте дмитрий вы завершаете у нас сегодня эфир расскажите о том как вам работает потому что вы все таки больше наверное сейчас уже функционер хотя сам часто ездить на чемпионаты как какими трудностями сталкиваетесь какие планы какие уже вот есть итоги федерации на сегодняшний день мы столкнулись с такой большой проблемой одним тренерам может быть надо и радоваться вот все тренера передо мной сидят и сама большая проблема в том что они слишком хорошо работают и у нас на сегодняшний момент очень много перспективных спортсменов а как вы понимаете для того чтобы перспективные спортсмены выступали на серьезных турнирах и могли расти естественно надо посещать турниры и в основном это у нас сейчас уже как показал прошлый год это выезды за границу это чемпионат европы кубки европы международные турниры мы там вы выехали большой командой впервые молдову очень мощно выступили там около 30 медалей то есть на международном уровне это очень сильно вот я думаю что учитывая что за 10 лет наша команда очень очень много уровень вот сейчас только первые плоды это пошел в шестнадцатом году это такой мощный прорыв и я думаю что в таком темпе если мы будем работать то все будет очень серьезно серьезно сильно и солидно но мы пожелаем вам только побед новых побед всем вам вашим подопечным хотим сказать что в токио это чемпионат мира и туда едут спортсмены хотелось бы чтобы наше руководство городской областной обратила все-таки внимание а для родителей хочется сказать что вы просто можете зайти и посмотреть фотографии из последнего кубка николаевской области более 200 спортсменов детей все это было очень ярко мощно и сами во всем убедиться у нас в гостях была федерация киукушин карате николаевской области мы обязательно будем дальнейшем болеть за вас вперед николаев